Всем привет! С вами Марина и мои цветочные друзья. И сегодня я показываю вам в летней теплице несколько растений, которые, будем говорить, относятся к экзотам. Конечно и обычные растения тоже встретятся, но в основном редко встречающиеся, я так думаю. Сейчас перед вами на экране это Клеродендрум. Сорт называется Клеродендрум прекраснейший или великолепнейший, но на мой взгляд он по красоте уступает знакомому нам хорошо Клеродендруму госпожи Томпсон. Хотя вот сейчас три больших куста и все покрываются такими бутончиками после дождя, как будто бы ждали вот именно спасительной влаги. Листья у Клеродендрума похожи на лист сорта госпожи Клеродендрум госпожи Томпсон, но мне кажется все-таки они не такие шершавые и темнее у них окраска. Здесь же в теплице у меня стоит еще один экзот. Это пахира. Она была обнаружена в одном из цветочных магазинов в плачевном состоянии в прошлом году на уценке. Причем уценка на ней именно была несколько раз. Там было несколько зачеркнутых цен и в конце концов последняя цена была всего 250 рублей, потому что на ней практически не было ни одного листа. она перезимовала в теплице и сейчас вот отрастила такие красивые листочки. Не знаю, как мы дальше будем с ней, но пока она живет. Лист у нее кожистый, ну и похоже она на пальму, конечно. Здесь внизу у меня стоит карликовый бананчик. Ну и сюда же из жаркого помещения вынесены герани. Конечно, если все время будут дожди, то гераням придется переезжать под крышу, потому что лишние влаги они не любят. Ну и еще один клеродендрум зацвел. Это угандийский клеродендрум. На улице он очень хорошо зацветает, хотя и вредители тоже его очень хорошо тут находят. Подвержен он атакам со всех сторон. Поэтому если хотите посмотреть цветение, то и с вредителями тоже предстоит борьба. Помимо этого тут еще пестролистные клеродендрумы. Они вкопаны прямо с горшочками. И один из пестрых сортов я напрочь засушила. Вообще просто ни одного листа не осталось. И вот после высадки в открытый грунт затеплилась жизнь. Не знаю, сможет ли он восстановиться, но по крайней мере надежда есть. Я показываю сейчас грядку в летней теплице. Зимой тут стоят гортензии. Здесь дуги. На дуги набрасывается пленка и гортензии зимуют под пленкой. А сейчас их место занимают другие растения. Вот это бугенвилия. Бугенвилии просто мои любимицы. Еще одно растение, у которого тоже, я считаю, очень экзотический вид, хотя оно относится не к комнатным, а к садовым. Это леспедеция. Ее цветы напоминают по форме цветения бобовых. Ветки у нее очень гибкие. Она не может стоять самостоятельно. То есть нужно ставить красивую опору, собирать вокруг опоры ветки и так далее. Леспедеция будет выглядеть как красивый фонтан. Это цветет псевдорантему. А голубенькие цветочки это тунбергия. После дождя у нас нет сильной жары, поэтому цветы тунбергии держатся весь день. А если жаркая погода, то к полудню они уже обгорают на солнце. Это еще одна бугенвилия. Нежно-розового цвета. Зимой она почти белая. В помещении расцветки становятся бледнее. Здесь поставлены высокие растения, чтобы они в жаркую погоду притеняли к лиродендруму. Потому что лист у лиродендрума нежный, он может обгореть. А вот эти растения, они к жаре очень устойчивы. Это цеструм желтый. В расцветках есть еще синий, белый, малиновый. Белый я вам потом покажу, когда зацветет. Сейчас он весь усыпан просто бутонами. После дождя как будто бы вот это действительно как в сказке, живая вода. Все ринулось расти и цвести. Еще здесь стоит красивое растение. Это лагерстремия или индийская сирень. У лагерстремии большое уже количество расцветок существует. Приехала она к нам из тропических стран. Ну и у нас она тоже зимует. У нас на юге России, Краснодарский край, лагерстремия зимует в грунте без укрытия. Грядка засыпана песком, чтобы в зимнее время не замокали корни у гортензий. И поэтому здесь нравится суккулентным растениям. Ну и адениумы. У меня их несколько штук всего. Зимой они у меня появились. Адениумы я тоже вынесла сюда. Смотрите, какое есть утолщение у основания. А тут у большого, у высокого есть еще вот такой стволик внизу как бы разделенный. Это тоже бугенвилия. И рядышком с ней цветет хебби. Я вам уже показывала эти пушистые фиолетовые соцветия. Соцветает он в июле. И цветет до самых морозов. Когда соцветие отцветает, покажем на вот этом, то цветок легко убирается из пазухи. Вот я его убрала. А на его месте, вернее выше, на следующей паре листьев вырастают новые соцветия. Растение можно формировать, прищипывать или обрезать. Легко наращивают новые побеги. Приятное. Приятный внешний вид. Здесь же у меня были высажены некоторые суккуленты. гибискусы. Например, вот. Эчеверии. Эчеверия. Эчеверия Рейнбоу. Эониумы. Гибискусы. И здесь же у меня укоренялись комнатные гибискусы. Вчера муж обрабатывал их от белокрылки. Но это нужно не меньше, чем три обработки. Потому что сейчас она просто зверствует. Жары большой нет. Она прекрасно себя стала чувствовать. и стремительно плодится, размножается. В специализированном магазине у нас продаются препараты Аплаунд и Тепеки. Один из них подавляет репродуктивную функцию, а другой уничтожает живых особей. Вот эти розы укоренились в открытом грунте. Уже они стоят без колпачков. А что у меня тут под колпачком? Не знаю. Не узнаю в гриме. За этой грядкой стоят бугенвилии. Сейчас покажу сорт Блэк Мария. У него темные листья. Среди бугенвилии у меня много пестрых. Я уже говорила, что особенно нравятся пестрые сорта. Сейчас еще одно растение покажу. Может кто-то знает, как оно называется. Вот у нас на рынке некоторые растения. Просто визуально выбираем. А что это такое, не знает ни продавец, ни покупатель. Ой, не могу сфокусировать фотоаппарат, свою камеру. Как бы мне пристроиться, чтобы показать. Такой колокольчатый цветочек. Растение похоже на пенстемон. Цветок похож на пенстемон. А лист, я вообще не знаю, на что похож. На мой взгляд, вообще на перец. Кто узнал растение, напишите, пожалуйста, что это такое. Здесь немножко у кореняшек моих плющей. Это плющи зимующие. То есть они в открытом грунте. И среди них есть зимующий плющик, который хорошо себя ведет и в доме. У него листья не ржавеют, не скручиваются. Вот такой астролистный плющик. Ну и раз речь зашла об экзотах, то мы сейчас посмотрим еще одно экзотическое растение. Главное тут все обойти. Когда смотришь в экран, то не видишь, что делается под ногами. Но это иониум. У этого иониума быстро растет ствол. Вот если вам видно, это такое целое дерево. Ветки которого заканчиваются вот такими похожими на цветы розетками. В нашем климате иониумы не цветут. Но у него сама вот эта розетка похожа на цветок. Она очень плотная, как каменная роза. Ну а шли мы для того, чтобы посмотреть вот это растение. Посмотрите. Мы смотрели по хиру, а это плюмерия. И она просто, посмотрите, какая красавица. Первый год, когда она у меня жила, я ее чуть не загубила. Сейчас она уже вот такая красоточка. Ей уже несколько лет, но она еще ни разу не цвела. Похоже, и пока не собирается. Листочки, по-моему, растит, не цветочки. Лето все проводим на улице, а потом вселяемся на зимовку в теплицу. То есть вот все нам интересно, все хочется попробовать. И хотя помещения у нас не резиновые, а все равно мы стараемся как можно больше цветочков вселить. На этом, дорогие друзья, все. Буду рада вашим просмотрам, комментариям и вопросам. Всего хорошего. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok